Доброе утро, друзья! Это Рунат сегодня от 15 апреля 2019 года. Мы звучим в 1996 в Москве. Это прямой эфир. Также нас можно услышать на финам.фм. Для этого в этом случае вам не нужно находиться в столице, что некоторые преимущества, как вы понимаете. Также нас можно услышать в подкасте, то есть в записи программы в любое удобное для вас время. Рекомендую подписываться на ленту. Значит, напомню так, что идет видеотрасляция на сайте финам.фм. Можно увидеть там моих гостей, которые скажу через минутку. До этого эпиграфи традиционно короткий взгляд на календарь актуальных событий, связанных с интернетом. Завтра, 16 апреля, состоится празднование очередного дня Форс Куэ. Праздник начали отмечать в 2010 году в США. Выбор даты связан с игрой. Слов Форс Куэ звучит как 4 в квадрате по-английски. Апрель является четвертым месяцем года, а число 16 – это 4 в квадрате. Вот такие дела. Значит, ну теперь, собственно, к сути программы. Меня зовут Максим Спиридонов, гость и упуска Дмитрий Сысоев, директор департамента новопродуктов компании Дубльгиз. Приветствую. Добрый день. Добрый день. И Михаил Ушаков, создатель проектов Метабар и AllSmallRoom. Приветствую, Михаил. Приветствую. A SmallRoom. A SmallRoom. Окей. Значит, итак, коллеги, для вас и для наших слушателей скажу о тех трех главных событиях, которые мы уделили для обсуждения более основательного. Сделаю их анонс. Ну и далее обсудим те вещи, которые также важны, но не вошли вот в эти главные обсуждения. Итак, основные события по версии программы «Рунет» сегодня. Компания «Яндекс» объявила об открытии школы подготовки специалистов по контекстной рекламе. Для чего это «Яндексу»? Ощущает ли «Рунет» нехватку оккурсированных интернет-специалистов? Как вообще происходит подготовка тех, кто строит и поддерживает интернет-проекты сегодня? Вторая новость. Ряд известных инвесторов поучаствовали в очередном раунде финансирования геолокационного сервиса «Форс Куэр». Не случайно он был помен в начале. Каковы перспективы подобного рода проектов? Есть ли деньги в геолокации, что, кстати, интересует всех и давно, или пока это удел энтузиастов? Ну и третья новость. Чуть более недели назад в России стартовали продажи планшетника от Microsoft Surface. Каковы первые результаты продаж этого гаджета? Также поговорим о том, каковы вообще перспективы Microsoft в России, в мире, в онлайне, поскольку именно туда они активно стремятся. Это вот была, пожалуй, главная вводная часть. На этом можно завершить ее и перейти к экспресс-обсуждению других важных новостей ушедшей недели. Рунет сегодня. Международный экономический форум публиковал очередной индекс сетевой готовности. Рейтинг определяется на основе уровня развития инфокоммуникационных технологий и их вклада в экономику страны. Россия заняла 54-е место на две строчки выше, чем годом ранее. Первая пятерка — Финляндия, Сингапур, Швеция, Голландия и Норвегия. Михаил, как тебе это место нашей страны? 54-е. 54-е. Почетно 54-е, я поправлюсь. По-моему, рейтинг отражает ситуацию намного хуже, чем она есть на самом деле. Потому что мы уже одна из самых интернетизированных стран в мире. И, по-моему, очень круто. И цифра 54, наверное, не основана ни на чем. То есть это, видимо, какой-то сложный набор факторов. Это происки штатов, этим словом. Ну, вряд ли это происки штатов, но это не отражает реальное положение вещей никак. Дмитрий, согласен с тем, что мы гораздо более продвинуты? Я поддержу. У нас два ГИС работают уже не только в России, но и в Европе. Мы вышли в Италию в прошлом году. И на сегодня мы прям ощущаем, насколько Россия, насколько в России IT более развит. Ну, и, в принципе, все сетевые сервисы, сетевая коммуникация в России более развита, чем в тех местах в Италии, где работаем сейчас. Это Венеция. То есть, иными словами, вот эта привычка российская ругать себя о том, что все у нас как-то отстающее, все у нас как-то смотрит на Запад, она не так уж и справедлива в данном случае. Да, и еще одна составляющая. Некоторые стартапы, с которыми я периодически общаюсь, допустим, ребята из Израиля, они в явном форме говорят, что если запускаться сегодня, то или в США, или в России. Или в Китае. Или в Китае, или в Азиатской рынке, именно так. Но не Европа точно. Имею в виду рынок, не базирование стартапа, да, рынок? Да, конечно. Окей. Котировки Mail.ru упален за месяц на 25%. Эксперты связывают это с продажей акции Алишером Усмановым. А вы думали о том, с чем это могло быть связано? 25% — солидная цифра для Mail.ru. Ну, вообще для любой компании. Михаил. Инвесторы Mail.ru, насколько я знаю, активно не берут те деньги, не вкладывают те деньги, которые зарабатывает Mail.ru в развитие компании, а тратят их на дивиденды. Инвесторы всегда реагируют к продаже акций в ответ на такие действия. Ну, то есть это нормально. Вышли дивиденды, отправлены деньги акционерам, и акции несколько подопустились, подсдулись за счет дивидендов, так? В общем, нет оснований, Дмитрий, беспокоиться за Mail? Ну, вот как-то мы волнуемся. Ну, и кроме того, рыночная стоимость компании никогда не связана с реальными успехами компании. Ну, давай так, связана, но просто косвенно. Очень редко реально связана. Я тоже соглашусь, что это ожидания рынка, но не более. То есть говорить о здоровье компании по одномоментному падению, или наоборот, скачкам, но крайне, кажется, опрометчиво. Еще одна новость из конюшней Mail.ru. Дмитрий Гришин, гендиректор компании, заслал сотрудникам письмо, в котором призвал патентовать технологии, которые использует корпорация, дабы избежать преследования страны международных патентных троллей. Об этом сообщает Roem.ru со ссылкой на неназванный источник. Это новость, симптом, по всей видимости, того, что Mail всерьез стартует на Западе. Так, Дмитрий? Да, видимо, так. По крайней мере, именно об этом я тоже слышал. И, честно сказать, эта инициатива, мне кажется, рассчитана на годы, чтобы возможно было реально собрать какой-то серьезный патентный пул. А запуск у Mail, насколько я понимаю, в Европе, в европейской части, в мировом интернете, планируется, если не ошибаюсь, в этом году, планируется My.com. Они анонсировали еще в прошлом году вот это вот нечто большое, что они вот-вот запустят и сообщили о своей инициативе. И My.com, домен My.com действительно уже зарезервирован. Там, некий, находится демо-страница, указывающая о том, что вот-вот, ребята, сейчас все будет. Что будет, пока не знаем. Но, несомненно, то, что, как и Яндекс, второй крупнейший игрок, ну, один из двух крупнейших игроков Рунета, Mail и Яндекс, да, они оба активно смотрят на Запад. То, о чем мы, кстати, говорили из-за эфира. И, на самом деле, не только Рунета, потому что Яндекс.Имейл — это две крупнейшие компании Европы уже сейчас, а не только Рунета. В онлайне, да. В онлайне, да. Собственно, к вопросу о сетевой готовности. Да, еще один пример для гордости эмоциональной. Дмитрий? Я бы еще обратил внимание на то, что вроде письмо внутреннее, но оно стало достоянием общественности. Вот это меня в этой новости тоже, ну, отдельно удивляет. В принципе, я уверен, входит очень много писем, но далеко не все из них оказываются публичными, но почему-то это оказалось публичным. То ли это специальная акция, то ли так случилось. Ну, оно просто такое знаковое, мне кажется, и поэтому слили своих сотрудники, в общем, понимая, что такой инсайт не будет анти-пиаром для Mail, а скорее, наоборот, в плюс сыграет. Интересно в этой новости то, что две недели назад Google объявил о том, что они предлагают всем компаниям интернета патентное ненападение. И что Google готов не нападать патентами своими, если кто-то их нарушает. Интересно. Вот, в ответ на это Mail решил патентовать все, что может. И пошел патентную атаку. Значит, одноклассники, которые лежали, как мы помним, еще неделю назад, несколько дней, чувствовали себя очень нехорошо, объяснили причину треугольного сбоя. Как они говорят, никакого не было ДДОСа, как это обычно. Вот принято в России говорить, слушайте, если что-то упало, все говорят, у нас ДДОС. Нас атакуют злостные боты, а тут в духе прям она утонула. Вот, просто упало. На сервер был загружен некий конфигурационный файл, который сбил всю работу. Объяснили в Одноклассниках, в общем, и сказали, что сожалеют, что это. Причем аудитория у них несколько просела. Вопрос, Максим, обсуждает ли кто-нибудь это за пределами сетевых СМИ? Ты знаешь, миллионы людей, на удивление мое, ходят, по данным статистики, на Одноклассники. Думаю, что для них это было очень некомфортно. Говорят ли они про это? То есть, вот я знаю, что много людей говорят про то, что упал и не работает сервис Утконоса. А вот, знаешь, интернет-магазин Утконос перестал доставлять в Москве. Хороший вопрос. Ты думаешь, что людям пока еще не так важно, что вот эта их площадка коммуникации, в частности, Одноклассники, каждый убирает свою? Одну или две, обычно, что она недоступна несколько дней, коммуникация у них получилась прерванной. Ну, у меня не возникло ощущения, что кто-то взял и перевернул весь Рунет. Вот очень правильное мнение было от одного интернет-журналистов, что если бы упал ВКонтакте, был перевернут бы весь Рунет, совершенно точно. Я очень жалею, что, будучи в глубинке, ну, относительно глубинке, я был в Сарапольском крае, я не поговорил на этот счет с местными жителями. Мне кажется, что это обсуждалось на заваленках. Ну, вот, с людьми старшего поколения, малых городов. Слушай, Семенович, Одноклассники-то не работают. Да-да-да. Едем дальше. Федеральная служба по финансовым рынкам наложила штраф на компанию «Рамблер» в размере полмиллиона рублей за отказ предоставить информацию из электронного и очтового ящика одного из своих пользователей. Это интересный очень прецедент. Ведомство запросило данные пользователя, заподозривив его в непромерном использовании корпоративной информации. Однако «Рамблер» доблестно отказался выдавать без решения суда. За что было штрафовано? Справедливо, Михаил? Ну, вообще, у «Рамблера» в первый раз за несколько лет появился повод для гордости. По-моему, очень круто. Ну, ты так, Саня. Мне кажется, что у «Рамблера» есть повод для гордости. И на случай, вот, вы, кстати говоря, к вам обращаются, Дмитрий, когда? Если обращаются за чем-либо, вы идете на сотрудничество с любыми? Слава богу, к нам не обращаются по таким вопросам. Мы же, мы являемся хранилищем собственных данных, которые сами собрали и успешно лицензировали. У нас 20 секунд просто. Вот «Рамблер» прав вот в этом, в том, что он отстаивает. Они абсолютно прав. Если они делают это, ссылаясь еще и на законы правильные, так вообще просто молодцы. Тут еще нужно достроить, конечно, всю эту историю, потому что проблема есть законодательная с тем, как определить вот эту вот анонимность или неанонимность ящика. По сути дела, с точки зрения «Яндекса», «Рамблера» — это анонимы. Мы продолжим разговор через несколько мгновений или пару минут точнее. Ну что ж, мы продолжаем. Рональд, сегодня программа о главном, что случилось за ушедшую неделю в области виртуального, в онлайне, в цифровом пространстве, в области дополненной реальности. Кстати, тоже мы обсуждали за эфиром о том, что все больше дополненная реальность становится нашей реальностью абсолютной, объективной, так можно сказать. Программа от 15 апреля 2014 года, говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, рекомендую делать это всем, кто не делает до того, до этого моего заявления, поскольку тогда вы сможете не пропустить ни одного эпизода, слушая нас в любое удобное для себя время. Подписываться можно на программу либо на сайте финанс.фм, либо в iTunes, найдя нас по названию «Рональд сегодня». Так, скажу о том, что сейчас идет трансляция видео на сайте финанс.фм, где можно обнаружить наших гостей. А гости сегодня. Это Михаил Ушаков, создатель проектов «Метабар.ру» и «Эсмолрум.ком». Сейчас сказал правильно. Дмитрий Сысоев, директор департамента новых продуктов, компании «Два ГИС». Я и там соврал, да? Ну, «Дубль ГИС» вас тоже называют, да? Да, безусловно. Но вы стараетесь их поправлять. Да. Это прям как ЖЖ. Бился за то, чтобы не называли его ЖЖ, а только «Лайв журнал». Мне кажется, тут, знаешь, это как тропинки, протоптанные в парках. Если они уж объективно сложились и народ ходит, то, может быть, их заасфальтировать и пусть будет. Ну, это так, мысль вслух. Значит, на чем остановились? Мы обсуждали главные события недели в экспресс-режиме, те, что мы не выделили в основные. И остановились, дай бог памяти, вот на чем. Значит, следующая новость была о соцсети. Да, спасибо тебе, что напомнил. Значит, соцсети завоевывают американский рынок мобильной дисплейной рекламы. Вот снова-таки про мобильные устройства, которые еще недавно, о них все говорили, специалисты, никто не понимал, с чем их готовить, как в анекдоте, да? То есть любите кошек, не любите, там, как вы их готовите. Сейчас, объективно, мобильные устройства уже встали в какой-то свой стэк, нашли свою парадигму употребления, извиняюсь за умное выражение. И там уже появились деньги. То, что, снова-таки, буквально недавно все говорили, нет денег в мобайле, есть пользователи, нет денег. Сейчас и деньги вроде как есть. То есть получается, что эти деньги в основном зарабатываются, судя по исследованию, социальными сетями мобильной рекламы. Значит, именно такой вывод сделали исследователи компании IDC. Согласно представленным данным, Facebook, Pandora и Twitter обогнали рекламные сети Google. Google, Mile, Нивал, боюсь соврать, не знаю, этой сети медиа. И Apple по росту доходов от медийной рекламы в мобайле. А известно, сколько там денег-то? Ты знаешь, вот у наших данных нет буквально. Но денег там, конечно, меньше пока что, чем в десктопном вебе обычном. Но факт того, что там эта реклама есть, видимо, она работает и покупается, уже неплохо. По-прежнему денег там совсем немного, там проценты от большого интернета, не более. Но действительно получается, что те, кто владеют площадками, самыми основными, где тратится больше всего времени на мобайл, в соцсети, там и самые большие деньги получаются. Кстати, а ваш опыт взаимодействия с мобайлом показывает, что денег там особо нет, да, на сегодня? У нас пока мы отстаем от Запада, безусловно, мы отстаем по проникновению смартфонов в первую очередь, а как следствие уже и по вниманию там пользователей. Но как раз-таки наша тема, карты, поиски организации, они как раз очень хорошо монетизируются. И если будет время, мы сможем еще на эту тему поговорить. Ну, возможно, не в этой программе, если что, потому что у нас будет хорошая новость, геолокационный сервис форсквер. Точно, вот-вот, да, это очень кстати, это будут твои компетенции в картографии и геолокации. Едем дальше. Значит, объем мобильных заказов отелей Booking.com, это еще раз о мобайле, в 2012 году вырос до 3 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем годом ранее. Еще раз о том, что мобайл проникает во все и вся. Пойдем так коротко, не будем, пожалуй, комментировать, поскольку есть еще важные новости, которые хотелось бы взять. Значит, на таможне случился настоящий коллапс. Вот это вот любопытно. На таможне в Шереметьево, если быть точным, из-за посылок иностранных тренд-магазинов. Коммерсант сообщал о 500-тонных скопившихся грузов. Это связано с сокращением штата почтовых служащих, по другим данным таможенных чиновников, которые просто не успевали обработать всю эту почту. И все эти посылки, прежде всего. Михаил, настолько много получается уже заказывают из-за границы, что заваливают нас? Мне кажется, не так. То есть Почта России еще три месяца назад на своем сайте повесила баннер, что Новый год для нас не праздник. Но мне кажется, что продолжается не праздник у Почты России, и это никак не зависит от объема заказов. Они выросли колоссально по объемам получаемых посылок из рубежа. Прежде всего это США и прежде всего это даже Китай. Выросли колоссально. Вот многие из нас, я имею в виду слушателей обычных, не догадываются, насколько много уже получается заказов из западных трансмагазинов, и как динамично это растет. Прямо поразительно. Нет, если они выросли колоссально, это не значит, что они достигли, скажем, объема внутренних посылок в России. Они уже умеют работать как-то с внутренними посылками в России, и должны уметь, по идее, работать также с внешними. Я дополню, там речь-то про таможню. Почта России, насколько я знаю, справляется, и у нее даже запас по мощности вроде как есть некоторый. А вопрос именно в таможне. Ну, по крайней мере, Почта России передрисовывает в таможне, вот так скажем. Ну вот, а таможня уже начала передрисовывать Почту России, я читал новости на этих выходных. Слушай, это замкнутый круг получается. Что же делать? Ну, в общем, факт то, что... Ну, говорят, начали доходить. Вот прям последний случай, что... Факт то, что действительно очень много приходит посылок из рубежа, то, что нам важно, нам, как людям, которые обсуждают события недели, вообще смотрят на то, что происходит в онлайне и цифровом пространстве. Их все больше. Вот буквально на прошлой неделе на той месте сидел Владимир Долгов. Нынешний руководитель eBay России обещал завалить страну... Посылками. Посылками, да. Вот, как во времена Хрущева кукурузой. Вот, и хочется верить ему. Знаешь, не то, что хочется эмоционально, просто понимаешь, что это реально так. Люди видят свою выгоду, я имею в виду граждан России, и покупают за рубежом. Они готовы ждать, они покупают все больше. И, в общем, если Почта России и таможенники не будут готовиться к этому, то, в общем, будет слабенько. Еще буквально пара новостей. Возьмем и дальше пойдем к главным. WhatsApp. Мессенджер, который вроде как собирался купить Google, по крайней мере, по слухам, опроверг эту информацию. Кстати, до этого собирался купить якобы Facebook, опять-таки, по слухам. Все хотят купить WhatsApp. Да. Твое мнение, Дмитрий. Вот эта вот покупка, она состоится ли? Да, вот этот мессенджер, который фактически заменяет SMS в многих странах мира, местами, как рассказывают, на 90% забрав рынок SMS, прежде всего, ну и другой коммуникации мобильной. Будет ли он куплен? Я уверен, что в какой-то момент, да, они валюются в ту или иную большую структуру, потому что как самостоятельный сервис, организующий целую экосистему, но, скорее всего, сам по себе он просто не вытянет. Слушайте, у нас много новостей еще, но с линией не успеем их взять основательно. Можно сказать о том, что Dropbox русифицировался, это сервис, которому противостоит Яндекс.Диск, развивающийся. Можно сказать о том, что представитель Координационного совета по защите инвентарной собственности Евгений Севастьянов предложил включать пиратские ресурсы в рейстор запрещенных сайтов. Также новость прошлой недели, но не успеваем толком это обсудить, просто констатируем, что это так. Так же и как то, что iTech Capital, компания нам известная, вложила 3,5 миллиона долларов в российскую платформу для управления интернет-рекламой. И вообще интернет-реклама развивается, ее автоматизация развивается активно. Но едем дальше, и сейчас хочу перейти к очередной новости. Значит, перед обсуждением вопрос. На ваш взгляд, коллеги, какой на сегодня наиболее эффективный способ подготовки интернет-специалистов? Как, скажем, вы их готовите у себя в командах? Тренировка. Тренировка. То есть подготовка путем... Разведка боем. Менторства. То есть берется молодой на работу и сажается вместе со старшим товарищем. И увеличивается масштаб его деятельности. Вы согласен. Именно так, да. При этом, как таковых курсов на сегодняшний день, которые давали гарантированный результат, действительно давали хороших специалистов, но мы пока их или не нашли, или их нет. Ты их не знаешь. Ты знаешь, тема для меня это любимая, в общем, образование в интернете, по ряду причин, и сейчас об образовательных инициативах Яндекса. Корпорация Яндекс объявила об открытии школы контекстной рекламы. Как заявлено в пресс-релизе компании, обучение поможет разобраться, как работают системы Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет, познакомиться с инструментом веб-аналитики Яндекс.Метрикой и изучить тонкости создания рекламных компаний для самых разных бизнесов. Первый набор слушателей уже завершен. Сама компания следующим образом обрисовывает портрет слушателей своего курса. Слушатели могут стать недавние выпускники вуза, студенты разных курсов или профессионалов в других областях, решившие сменить сферу деятельности. Как можете прокомментировать эти шаги Яндекса? Ну, кроме парадных реляций, ребята молодцы, надо развивать рынок. Никаких реляций. У Яндекса очень много времени, там, не знаю, 10 лет существует семинар по интернет-рекламе, и очевидно, что Яндекс перестал хотеть делать из этого отдельный ивент и захотел поставить это на поток. То есть первая часть, вторая часть, что уровень дремучести интернет-специалистов увеличивается, потому что все больше оффлайновых людей приходит в интернет. И их надо постоянно обучать. Ну, то есть затребованность все больше в количестве голов, грубо говоря, внутри отрасли, а подготовки специалистов просто не хватает. А уровень знаний все время падает, потому что количество людей растет. Окей. А я в другую сторону хочу здесь соседить. Я знаю, что, конечно, у Яндекса было довольно давно много инициатив по обучению, образовательных инициатив, которые как в России действовали, в Москве, так и по России. Но я понимаю, зачем это было тогда. Потому что нужно было пропушить рынок, нужно было людей... Людям нужно было продавать интернет, как медиа. Именно так. И показать, что это вообще площадка для рекламы, и там можно зарабатывать, можно привлекать клиентов. А сейчас мне вот эта инициатива кажется... Ну, во-первых, я не с тем понимаю, что они хотят получить на выходе. Масштаб маленький, это всего лишь один набор, а им нужно сотни и тысячи людей. А с другой стороны... Я думаю, что это пилот. Мы должны как-то стремиться делать интерфейсы удобными для пользователя. А разместить рекламу в пару кликов, вот только сейчас проявите обучение в школе контекста рекламы, в Яндекса первый набор уже завершен. Ну, мне это вызывает улыбку некоторую. Ну, то есть, давай еще раз. Люди нужны, людей не хватает. Кто будет их готовить? Вот путь, которым дальше будет идти образовательная отрасль внутри онлайна. Это крупные компании внутри себя, вот так как Яндекс, рождают такие курсы, и там создаются школы мастерства, так сказать, по принципам эпохи возрождения. Когда все работали при мастере. Вот есть там Микеланджело, и у него ученики. Они как бы, ну, кто молодец, тот выучился, кто нет, тот нет. Либо это все-таки выйдет куда-нибудь за пределы компаний, в вузы, в, не знаю, профтехучилище, боюсь сказать. Где будут готовиться тренд-специалисты? Профтехучилище точно будут. Это будущее ближайших, я думаю, семи лет. Расшифруйте, значит, чуть больше. Что значит за профтехучилище? Я прям представляю, что ПТУ обучает основам интернет-рекламы. Будет курс. Через семь лет точно будем поговорить. Мы давно говорим на тему программистов или тестировщиков на базе ПТУ, но реальных примеров в России на сегодняшний день нет. То есть таких, чтобы... Речь про АЗИ, потому что... Речь о том, что сейчас первые шаги в этом управлении, я так думаю. Не, но для того, чтобы стать хорошим разработчиком или тестировщиком, надо очень долго учиться. Для того, чтобы научиться размещать интернет-рекламу, достаточно, по-моему, закончить курс в ПТУ. Увы, опять-таки, время неумолимо, коллеги. После выпуска новостей мы продолжим анализ онлайн-событий недели. Речь пойдет о крупной инвестиции в геокуляционную сеть. Ну что ж, продолжаем. Руна сегодня программа о главных событиях ушедшей недели в области виртуального. Мы расставляем акценты, делаем выводы и пытаемся, так сказать, понять, куда разовьются события, те, которые имели место... Быть имели место состояться на ушедшей неделе за последние 7 лет. 7 дней. 7 лет. Значит, меня зовут Максим Спиридонов. Гость этого выпуска Энерия Сысоев, директор департамента новых продуктов 2GIS. И Михаил Ушаков, создатель проектов Метабар и Эсмол Рум. Значит, коллеги, снова вопрос. Я традиционно начинаю обсуждение неким вопросом. Вот сейчас задам такой в контекст нашего следующего разговора. Придя на радио сегодня, вы зачекинились? Нет. Нет. А вы вообще по этим делам не увлекаетесь чекинами, то есть фиксацией своего местоположения через ту или иную геокуляционную сеть? Не, ну пробовать такие сервисы... Все, конечно, пробовали. Я думаю, что все, кто неравнодушен к IT, конечно, и про Farsquare, и про альтерактивы слышали. Но не все нашли пользу для себя. Абсолютно. Поиграться, поигрались. Но, как бы, как любые игры, штука достаточно быстро надоела. Вот. И отсюда вывод. Вот эти геолокационные сети, Farsquare, российская, альтергео, масса им подобных. Они вообще имеют перспективы за пределами игры? Конечно, имеют. Они, собственно, за этим Farsquare и ищут деньги. Они видят себя, как... Я бы сказал, нашла деньги. Ну, в очередной раз. И продолжают искать, я думаю. Потому что они не взяли инвестиции, они взяли долг. Это надо понимать. Они ищут деньги ровно за тем, потому что они верят, что у них есть способ собирать с людей полезную информацию. И главная ценность Farsquare не в том, что можно зачекиниться и рассказать об этом друзьям. А можно прийти в какое-то место и узнать про это место много полезной информации. Пароль от Wi-Fi или там самое вкусное блюдо в ресторане. И в этом растущая value Farsquare. Все так, только непонятно, где там деньги. То есть я действительно могу прийти в то или иное место и почитать. Но это не значит, что меня заст... Ну, Csr позволит мне... Меня приведут в то или иное место, которое нужно... Во многом об этом будем говорить в рамках обсуждения этого сюжета. В общем, мне кажется, что Farsquare, прежде чем, собственно, саму новость послушать, Farsquare один из примеров, возможно, отмирающей уже формы жизни в области дрон-стартапов, которая буквально следующая своей жизнью заявляет. Мы сейчас соберем аудиторию как можно больше, а потом разберемся, как ее монетизировать. Вот эта модель, которая прежде была очень часто используема, это социальные сети все, это многие поисковые системы, собственно говоря, Яндекс, Гугл, они же тоже так действовали. Вот эта модель, она отмирает, по-моему, в онлайне, и нужно уже сразу думать и про бизнес. Вот Farsquare один из динозавров этой истории, которая все еще в рамках такой парадигмы существует. Ладно, сейчас о больших деньгах и больших надеждах на построение бизнеса вокруг крупнейшего в мире геолокационного сервиса. Геолокационный сервис Farsquare провел очередной раунд финансирования, в котором приняли участие несколько известных венчурных фондов, включая Андерсон Хорвитц и Спарк Кэпитал. Общая сумма вложений составила 41 миллион долларов. Как сообщается, эти деньги будут направлены на поддержку и расширение операционной деятельности проекта. Сейчас Farsquare позволяет определять, указывать свое местоположение, а также видеть местоположение друзей. Ну, это такая социальная сеть по геолокационному признаку, как мы уже говорили не раз. Свидения о своих чекинах можно делиться в Facebook и Twitter. За каждый чекин, за каждую фиксацию в свое местоположение, сервис начисляет пульсию очки и дает специальные значки. То есть там есть такой элемент любимого ныне слова геймификации, то есть превращения в игру этой истории. Итак, как будут использоваться деньги, которые получатся Farsquare, и куда направится Farsquare вообще в будущем? Как будет строить бизнес? Дмитрий, твое мнение. Нам в этом крайне необходимо найти способ, как приводить клиентов в нужное заведение. Они молодцы большие, что нашли способ, как собирать информацию, как контент делать. Действительно у них получается контентная история, одни из самых дешевых в мире, то есть они очень дешево собирают довольно много информации о различных организациях. Там есть большой вопрос к качеству этой информации, но при большом количестве пользователей постепенно качество в определенных сферах нарастает. А вот в бизнес превратить, сделать так, чтобы пользователи, которые чекинятся через Farsquare, приходили в нужное заведение, кажется, именно на это будет тратиться большая часть сил, средств. А конкретно, например, на те же самые отделы продаж. Внутри США. Потому что там история с, допустим, аналогичным, не аналогичным, а тоже близкой темой, Geo и Loco, Yelp. Эти ребята имеют свой собственный отдел продаж в каждом городе присутствия. То есть это то, что двигает историю про локальные бизнесы, про локальных рекламодателей, потому что локальным бизнесам нужно рассказывать и объяснять, как работать с тем или иным сервисом. Ну, как справедливо замечают люди на рынке, Yelp гораздо меньшего размера бизнес, чем Farsquare обещает быть. И если Farsquare собирается конкурировать с Yelp, то они не могут стоить 700 миллионов. И вообще отдельно про эту новость важно сказать, что все-таки это долг. Они не привлекли инвестиции, они привлекли, они взяли взаимоденег. И нет оценки стоимости компании. Это долг, конвертируемый в акции, при следующем раунде финансирования. Вертим был депт. И инвесторы очень хорошо поступили, потому что они решили не оценивать компанию, предоставив это следующему инвестору. Сделано это за тем, чтобы не было даунраунда, то есть не было бы оценки компании меньше, чем она была в предыдущем раунде. Потому что все шло к тому, что стоимость Farsquare падает, потому что бизнес еще не построен. И сейчас текущие инвесторы Farsquare говорят о том, что компания Farsquare находится на ранней стадии развития бизнеса. При этом они уже привлекли 117 миллионов долларов. И существует несколько лет, являясь лидирующим сервисом в этом направлении, в мире. У нас есть на связи Александр Доржиев, основатель геолокационного сервиса Altergeo. Это российский сервис, являющийся близким, я бы сказал, родственным, если не аналогом Farsquare. И есть пара вопросов к нему. Александр, слышите нас? Да, слышу, здравствуйте. Приветствую. Как вы считаете, куда будут тратить деньги Farsquare? Куда им идти для того, чтобы там получился бизнес? Рано или поздно, если бизнес не случится, мы понимаем, что проект не сможет жить. Ну, смотрите, то, что они сами заявляют, в общем, нет никаких оснований им не верить. Они пытаются, во-первых, развернуть сервис в сторону большего количества аудитории, то есть сделать так, чтобы функционал удовлетворял большему количеству людей, большее количество людей пользовалось им. это функции поиска и рекомендательные сервисы. То есть, чтобы были не только чек-лины, которыми пользуется очень небольшая часть аудитории, а какой-то более осмысленный еще контент. В этой связи там происходят сейчас всякие редизайны, и последняя версия, на примере последней версии, это видно очень хорошо, куда они идут, и как пытаются развернуть свой сервис. То есть, во-первых, вот это, а второе, совершенно понятно, что они пытаются монетизироваться за счет рекламы, и, как они сами заявляют, до этого продажами рекламы они усердно не занимались. Ну и, собственно, у них не было, по большому счету, площадки серьезной, где продавать эту рекламу. Теперь они хотят поисковую выключить и это продавать. И, соответственно, усилить продажи, изменить функционал, набрать еще большую аудиторию. — Ну вот сегодня в Форскоя, в России, например, в Рунете, это игрушка для продвинутых пользователей. Такая веселая, интересная игрушка. Там забавные, дают красивые картинки, если ты где-нибудь зачекинишься с большим количеством людей, например, или в каком-то специальном месте. В других странах, в частности, в США, который является главным рынком для большинства онлайн-компаний, это уже не так? Есть там какие-то просветы в направлении того бизнеса, к которому Форскоя хочет прийти? — На мой взгляд, принципиальных отличий использования Форскоя в штатах от Москвы нет. Более того, я знаю, что Москва для Форскоя это третий город по количеству аудиторий, на самом деле. То есть в Москве очень много аудиторий Форскоя по сравнению со всеми остальными городами. И в штатах, если поездить, посмотреть на активность Форскоя, там она тоже не повсеместно далеко. То есть есть крупные города, Нью-Йорк, Бостон, например. Ну, вот какие-то большие ископления. Но при этом, да, Москва третья. Там, по-моему, топ Нью-Йорк, Лондон, Москва. Примерно так. То есть, в принципе, я думаю, что использование приблизительно такое же. Такая немножечко гиковая игрушка, действительно, как вы сказали, да? То есть для людей, которые хотят общаться этим образом с помощью Афмя. — 30 миллионов гиков, да? — Да, да, да. То есть это действительно игрушка, она и там игрушка. И вот они как раз и пытаются от этого уйти. То есть сделать... Не всем людям нужно... Не все люди хотят рассказывать о том, где они сейчас находятся, но все люди ходят в рестораны, все люди ищут кинотеатры и так далее. Да, и они пытаются уйти вот именно в сторону справочника и рекомендательной системы. Данных у них для этого достаточно много, и, в принципе, это очень логичное и разумное движение. — Спасибо большое, Александр. Это был комментарий Александра Доржиева, основателя геосоциального сервиса Альтер Гео, аналога форской в России. Да, Дмитрий? — Я хотел продолжить чуть-чуть. Там уже какая штука, что строя систему с рекомендациями, с справочными данными и всем прочим, можно просто уже потерять аудиторию. Потому что вот из здесь сидящих в студии, нас троих, выяснилось, что все трое поиграли, форской наигрались и ушли. То есть первая волна... — Я скажу, как использую форской. Я использую его для того, чтобы зачекиниться один-два раза в новых точках, чтобы потом можно было посмотреть по форской просто траекторию собственного передвижения по миру. Вот это мне кажется любопытным, мне это удобно. А потом с помощью форской установили, вот я был там в Германии, вот я был в Италии, вот я был где-то там еще в каких-то городах и так далее. — Google Now делает, насколько я помню, все то же самое, только без чекина. Но историю он точно так же показывает, где я был в разное время. — Да, логично. Я еще не использовал, в смысле Google Now, внимательно не смотрел. Это отдельная тема для паранойи, потому что он делает это автоматически, и меня не спрашивают. — Основная польза все-таки от First Square в том, что там есть достаточно неплохой набор пользовательских данных про конкретные рестораны. Приходишь в ресторан, и тебе некоторый набор людей уже посоветовал, что вот этот салат самый вкусный. Это вообще бесценно, потому что если ты приходишь в новый ресторан, это гораздо лучше, чем спрашивать эффициент. — Ага. — Я пользуюсь. — Именно этим. — Ну, смотря, конечно, только... — Но обычно я пользуюсь этим с айфона своей жены. У меня не стоит First Square. — Я вот почему сказал, что First Square действительно такой вот, в каком-то смысле, динозавр. Мне кажется, что действительно они мечутся. Это очень показательная была история для стартапов ранней стадии еще несколько лет назад, и, в общем, допустимо. Сейчас уже, мне кажется, не очень долго может там находиться, и не очень целесообразно в этом находиться. То есть важно понимать четко свою модель монетизации, свой фокус и в нем двигаться. А First Square, они как бы немножко Yelp. Yelp, сформитируем, популярный в США, довольно популярный в США сервис отзывов о разных заведениях. В чем-то они немножко социальная сеть, ну и так далее. То есть они все немножко, а в итоге фокус рассеивается, мне кажется, и бизнеса не получается именно поэтому, потому что неясно вот про что они. — Поскольку сервис нравится многим людям, миллионы людей им пользуются, поэтому им до сих пор дают деньги. — В твиттере Максим Спиридонов, где мы задаем вопросы по ходу движения программы, моим личным твиттером, использующимся в служебных целях в рабочее время, мы спросили, вы пользуетесь ForScore? Как часто? Какой целью? Чего не хватает в сервисе? И ответы вот примерно такие. Упс, я сейчас закрыл окно. Прошу редактора открыть окно назад с сервиса, потому как не вижу ответов. Вот что называется неловкое движение мышью. А вот ответы, значит, на вопрос про ForScore. Пользуюсь, не хватает присутствия акции в точках и от администрации заведений, то есть, видимо, не хватает некой взаимодействия администрации заведений с этими точками. Далее, кофе пью бесплатно, еще один ответ. Часто в кофейниках за чеки наливают бесплатно. Наливают проток кофе, к сожалению, для многих, наверное. Ну или еще ответ. Пользуюсь ради интереса, в основном в общих путешествиях, например, на конференции в других городах, чтобы знать, где френды. Есть еще один способ использования. У меня вот друг нашел там жену. То есть, это такой дейтинг-сервис, на самом деле. Ты заходишь, вот прямо в Москве, самые лучшие девчонки сидят на ForScore. И это правда. Где только жену не находят, вот в этом смысле. Можно и там, но все-таки... Сказал, в конференном кафе? Нет, он пришел в кафе, в котором он обычно обедает. Посмотрел, кто тут еще есть. Понял, что вот есть симпатичный девчонок. Написал сообщение, все. В общем, посмотрим на развитие этой истории. Геолокация еще ищет себя и старается монетизироваться. А скоро вернемся к вам с рассказом о том, как чувствует себя Microsoft на российском рынке планшетов. Ну и вообще в онлайне. Еще есть 12 минут для того, чтобы поговорить о главном, что случилось в интернете и в его окрестностях, если можно так выразиться, в последние 7 дней. Напомню, что программа уронует сегодня, от 15 апреля 2013 года. Мы звучим на 99,6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Это прямой эфир, поэтому можете соучаствовать, отправлять свои соображения по ходу этого прямого эфира и ответ на наши вопросы в Twitter. Максим Спиридонов, он отслеживается во время трансляции. Меня зовут, собственно, Максим Спиридонов, вы удивитесь. А гости выпуска Михаил Ушаков, создатель проектов Metabar и Esmalroom, и Дмитрий Сысоев, директор департамента новых продуктов компании 2GIS. Коллеги, не раз в этой программе мы обсуждали преимущества и недостатки Microsoft сегодняшней гонки высокотехнологических компаний или гонки высокотехнологических вооружений, если хотите. Новостная картина ушедшей недели снова дала повод просуждать на этот счет, что, собственно, мы и сделаем. Насколько успешно, на ваш взгляд, этот соферный гигант реализует заявленную его руководством политику ставки на облачные сервисы, на интернет, на мобильные устройства, на такую политику модернизации оздоровления, если можно так выразиться. Михаил? Да нормально реализует. Да нормально все. По-моему, если учитывать размеры Microsoft… 300 устройств проданных компаний. Не-не-не. Подожди, давай еще до этого доберемся. Значит, вообще, а то, как чувствует себя Microsoft в онлайне? Microsoft в онлайне чувствует себя, конечно, крайне плохо. Microsoft в плане облачных сервисов чувствует себя нормально, потому что у них есть Azure. Azure, это платформа, которая использует много облачных разработчиков, и Microsoft последовательно старается сделать хороший продукт здесь. Рано или поздно… То есть Microsoft — это такая компания, которая очень упорная. Вот Apple в 1984 году выпустил MacOS, Windows 95 — это в некотором смысле клон MacOS 84. Вот они 11 лет пытались и сделали, поэтому говорить о том, что у них провал сейчас какой-то, но очень рано и преждевременно. А нельзя ли сказать, что темпы, в которых живет Microsoft все еще, они уже не удовлетворяют скорости развития технологии? Они просто начинают отставать от этого поезда. Я еще раз использую эту метафору, которая мне понравилась в одном из наблюдений за Microsoft. Вот в этой гонке вооружений Apple, Facebook, Google — главные компании, которые пытаются закладывать пользователи сегодня, глобальная корпорация, Microsoft выглядит танком на гоночном треке. Дмитрий, твое мнение. Я соглашусь, я не знаю, они сами это понимают прекрасно, и они меняются, стараются меняться. И, насколько помню, они перешли с, по-моему, двугодичный цикл у них изначально был выпуск операционных систем, а сейчас они готовят следующую операционную систему, которая должна быть, по-моему, готова через, получается, выход восьмерки был полгода назад, да? Блю будет скоро, да. Блю будет скоро, да. Для Microsoft это нереальный темп. У них был отличный шанс сделать романтичное название «восемь с половиной», намекая. «С», 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 почему? Ну, как же, по-ноге с Apple, там есть пятый iPhone, в следующий должен быть «С», «5С», и здесь «8С», по-хищению. Нет, ну «8С» тогда, потому что тут тогда и на Apple такая иллюзия, и тебе на фильм с Микки Рурком. Ладно, значит, сейчас про старт планшета от Microsoft в России. Выход планшетного компьютера Surface на российский рынок оказался провальным. По сообщению газеты «Ведомости», за первые четыре дня продаж российским ритейлерам удалось реализовать всего 300 устройств в компании Microsoft. Представители американского IT-гиганта отказались прокомментировать эту информацию. Ну как провальный? Мы не будем оценивать. Он просто оказался. Есть факт. Уже оценили. Чего уж оценивать? В ответ на опрос, мы дать комментарий для этого выпуска относительно первой недели продаж Surface в стране, российские представители Microsoft отказали нам, сославшись на то, что у них нет таких данных. Ну, у нас такие данные оказались, в частности, у «Ведомостей» и у других СМИ. Каково ваше мнение? Вот этот Surface, с которым они так много говорили, планшет, который должен создать альтернативу, планшетом на Android, множественным, iPad, конечно, он имеет такие перспективы? Это важно. Кому из перечисленных он должен создать альтернативу? Если Android, то есть Android пользуются там кто? Там мамы, которые покупают планшеты своим детям, которые можно купить за 3000 рублей и выкинуть. Или там таксисты. Ну, как бы таксистам точно не нужен Surface. У них уже есть Android. А если это дорогой ценовой сегмент, тогда должно быть какой-то там love mark, то есть должна быть какая-то любовь к бренду. Поэтому покупают iPad и не покупают сервис. Есть большая корпоративная любовь к Microsoft. Можно говорить, что это любовь? Корпоративный сектор. Сотрудники Microsoft любят. Если называть консерватизм любовью, то можем. Да-да-да. То есть, в принципе, огромное количество корпораций сидят на сервисах Microsoft. И если в эту экосистему сервисов микрософтовских впишется новый сервис, именно как сервис Microsoft Surface, точнее операционка микрософтовская, то... А уже понятно, как оно пишется? Нет, для меня непонятно. Для меня эта история не законченная. Но, мне кажется, это единственная возможность для них хоть как-то вдавить в рынок новую операционную систему и новый форм-фактор взаимодействия. Эта система имеет, что в Windows 8. Да, Windows 8 для консерватов. В корпоративном секторе есть такой большой тренд bring your own device. И в рамках этого тренда, такого нарастающего, Microsoft Surface, по-моему, нет места, потому что люди приносят iPad с собой. Да. Так и есть. И в неуспехе Microsoft Surface вопрос-то не в железе же. Вопрос не в самом планшете, а вопрос в операционке и сервисе. В экосистеме, конечно. И если раскапывать причины, то на самом деле опоздание довольно большое Microsoft и выхода на этот рынок. И я понимаю... С планшетом своим, да? Разумеется. И с операционкой новой своей. Windows 8 для планшетов. И, конечно, сейчас отставание от Google и Apple, оно огромное. Ирония судьбы в том, что, если вы помните планшет, как с форм-фактор, Microsoft заявил первым, еще до iPad, года на 2-3 ранее, Билл Гейтс презентовал, чуть ли не самолично, вот, отличная штука, новый форм-фактор. И все сказали, да вы знаете, да не нужен он в этом мире. И какова ирония судьбы, то, что чуть позже Стив Джобс уже это преподносит, как некий подарок миру от Apple. Хорошие художники воруют, как говорил Стив Джобс. И мир это принимает. Ну да, да. Цифры. Значит, для сравнения, первая партия iPad 2 на российском рынке насчитывала около 28 тысяч экземпляров, и большая часть из них была раскуплена в первые часы продаж. 300 экземпляров, напомню, было продано за неделю у Surface. Вот это вот, чтобы цифрами, а не словами, эмоционально окрашенными характеризовать провал или наоборот успех. Значит, мировые продажи Surface стартовали в конце октября 2012 года, уже давно, несколько месяцев назад, по оценке компании ADC, на конец года было продано около 900 тысяч экземпляров устройства, то есть все-таки не сотни, а сотни тысяч по миру. В то время, как за последний квартал 2012 года было скуплено 23 миллиона iPad'ов. Снова-таки не в их пользу, даже на мировом. У Surface очень большая стоимость, вроде там, больше тысячи долларов, да, и... Нет, нет. От 20 до 28 тысяч рублей по российским цифрам. Это все равно достаточно дорогой девайс, и те, кто хотели купить дорогие девайсы в России, они уже в основном купили дорогие девайсы. iPad'ы, да? Ну... И Samsung'и, наверное, новые какие-нибудь. Наверное. Я думаю, что все-таки iPad'ы в основном, скорее всего. А то, что касается низкого ценового сегмента, там, как правило, покупается именно сама игрушка, сама железка, и все остальное, в общем-то, не важно. Как было сказано, что поиграться выиграть. Интересное, что хочется затронуть в процессе обсуждения, то, что также является новостью прошлой недели, и тесно связано с нашей тематикой этого сюжета. По данным всей той же компании IDC, которая делала исследование, мы об этом говорили ранее, в квартале, в первом квартале 2013 года мировые продажи персональных компьютеров упали на 14%. Внимание, мировые продажи персональных компьютеров упали на 14%. Это максимально рекордное падение с 1994 года. Surface продали всего 300 штук. Да. Кошмар. За счет чего они упали, да, то есть получается, причем падение в области персональных компьютеров, то есть не ноутбуков, а тех, что на столе стоят, грубо говоря, оно восполняется тем, что пользователи уходят в мобайл, да, и уходят в ноутбуки, верно? И таким образом это прямые потери для Microsoft. Почему ноутбуки? Это прямые потери для Microsoft. Ноутбуки? Да, конечно. Почему? Я пытаюсь понять логику. Мне кажется, я имею в виду десктопные компьютеры. Они же люди... Персональные. Люди не перестают пользоваться с компьютерами. То есть они просто переходят с одного форм-фактора на другой, но переход с десктопа на ноутбук для Microsoft, ну, это нейтральная территория. То есть совершенно спокойно пользователь, с той же самой Windows 7, смигрировал с ПК на ноутбук. То есть можно убирать не так миксерин и выдыхать. Все в порядке. Конечно, Microsoft Office по-прежнему будет продаваться. И Microsoft Windows. И апдейты будут выходить для 7 и 8. Мне кажется, эта история совершенно спокойно будет еще расти. Ну да, форм-фактор ПК несколько буду себя исчерпывать, а форм-фактор ноутбуков там еще очень много до потолка. А раз уж мы заговорили о форм-факторе, у меня вот, мне видится такая картинка, что ноутбуки и планшеты сольются в экстазе и не будет таких вот прямых планшетов отдельно. Будет просто планшет с отделяемой клавиатурой. Это будет ноутбук. Отделил клавиатуру, у тебя планшет. Присобачивал назад, у тебя ноутбук. Скорее, планшеты сольются с wearable devices, с теми устройствами, которые можно носить на себе. А с ноутбуками это два разных форм-фактора. Да почему же? Ну уже в полный рост они есть. У Samsung есть. Ну они есть. Это эксперименты, это консервативные эксперименты. Я думаю, что форм-факторы будут другие. Я тоже думаю, что форм-факторы будут меняться радикально. Как? Радикально. То есть мы не будем видеть какое-то сопряжение двух уже существующих сегодня девайсов. Это скорее будет что-то радикально другое. И то, что касается ноутбуков, там же самые большие вопросы это размер экрана, диагональ и батарейка. Это те вещи, которые с трудом сочетаются с планшетными форм-факторами. То есть хочется большой экран, чтобы нормально поработать, а планшеты ты хочешь лежать и читать. То есть это диван-девайс, по-другому его и не назовешь. И вот эти какие-то фундаментальные признаки, мне кажется, не позволят этим двум системам, этим двум форм-факторам слиться. То есть все-таки достаточно большой экран, достаточно большая клавиатура, они безусловно важны. Ноутбуки становятся легче и тоньше, да, будут, но в планшеты не превратятся. Будут какие-то новые девайсы для работы, совершенно в новых форм-факторах, просто про то, что мы совсем еще не знаем. Но они никак не сольются с планшетами. Планшет просто это такой форм-фактор, который сейчас вырастет, дойдет до какого-то насыщения, еще 2-3 года будет расти, и дальше у него будут лояльные пользователи. Ну вот смотри, сегодня есть у пользователя, такого среднего активного пользователя, есть несколько экранов, которыми он манипулирует. Первый экран смартфона, это то, что все время под рукой. Второй экран ноутбука, ну или десктопного компьютера, чаще ноутбука, просто носимый, потому что это удобнее. Это для работы в основном. Третий экран, экран планшета для чтения, и, как вот хорошо сказал Дмитрий, Диван Девайс, и четвертый экран, входящий постепенно в жизнь пользователя, это телевизор, смарт-ТВ, который тоже обозначается... Входящий ли он нулевой экран вообще, он как бы никуда не уходил у большинства людей. Он просто метафорически, он меняется, он изменяется. Раньше был телевизионный экран, а сейчас этот экран интерактивный становится, и чем дальше, тем больше. Вот что еще появится? Появится некое носимое устройство, да, в этом наборе? Если уж мы заговорили о наборе устройств. Очевидно, Google Glass появится, конечно. Очевидно, часы могут появиться еще. То же самое, продолжение истории с дополнительными экранами. В общем, носимые устройства на теле, которые вас оцифровывают, фиксируют, и, в общем, следят за вами, как могут, со всех точек и в разных преломлениях. Коллеги, пора заканчивать. Осталось буквально 15 секунд, и расскажу следующее. О том, что... Благодарю вас за участие, о том, что это была программа «Урданить сегодня», о том, что мы звучим каждый понедельник на «Финам.ФМ». Меня зовут Максим Спиридонов. Подключайтесь, подписывайтесь на подкаст. Всего доброго и пока.